Возьмите 60 тысяч тонн стали, 260 тысяч кубометров бетона, 2000 трудолюбивых китайцев и несколько лучших архитекторов мира. И вот результат. Международный финансовый центр в Шанхае, почти 500 метров высотой, каждый метр из которых является произведением искусства. Способный выстоять под натиском тайфунов, землетрясений и абсолютной угрозы. Созданный всемирно известным инженером, которого до сих пор преследуют воспоминания об ужасной судьбе его самого известного творения. Я никогда не забуду 11 сентября. Когда строительство будет закончено, единственный в своем роде супернебоскреб поразит воображение всего мира – сияющий символ восходящей мощи Китая. Суперсооружение. Небоскреб. Шанхай. Китай. Страна с самым высоким темпом экономического роста в мире. Шанхай. Крупнейший город в Китае. Финансовый центр китайского экономического чуда. Старинное здание по берегам реки Хуанпу напоминают об эпохе джаза 20-х годов. Когда иностранные державы сделали Шанхай финансовым центром Азии, в то время самое высокое здание в Шанхае имело всего 9 этажей. Вчера и сегодня. Добро пожаловать в Пудон. Район самой дорогой недвижимости в Шанхае. Ядро китайской экономической системы. Лес-небоскреб свидетельствует о стремлении Шанхая занять место в финансовой столице Азии. Символ Пудона – башня Джинмао. Строительство этого произведения искусства, выполняющего функции офисного здания и отеля, было закончено в 1998 году. В одном из кварталов Пудона возводят новое суперсооружение. Хотя строительство еще не закончено, но уже сейчас оно затмевает башню Джинмао. 2000 рабочих день и ночь строит международный финансовый центр в Шанхае. Они не остановятся, пока высота башни не достигнет 500 метров и 101 этажа. Это здание будет самым высоким в Китае и третьим по высоте в мире. На 70 этажах, отданных под офисы, будет работать 17 тысяч человек. Верхние 14 этажей займет роскошный отель, а увенчает сооружение самая высокая обзорная площадка в мире. Строительство такого огромного сооружения под силу только сильным духом людям. В Нью-Йорке лучшие архитекторы и инженеры мира не спали ночами и думали, как небоскреб может противостоять испытаниям планеты Земля. И еще более ужасным угрозам со стороны человека. Сегодня в Шанхае бригада строителей воплощает в реальность идеи архитекторов. Раннее утро. Работа не начинается в это время, потому что она не заканчивалась. Строительство объекта идет 7 дней в неделю, круглые сутки. Это рабочие дневной смены. Их путь на работу не для слабонервных. На работу они добираются в лифтах, установленных на внешней стороне здания. Прекрасный вид для тех, кто не боится высоты. Как этот человек. Чен Шуэфу работает выше, чем строители последнего этажа. Выше на 40 метров. Он работает на строительном кране Фавелфавка М900D. Одном из самых мощных кранов для высотных сооружений в мире. Если бы не Шуэфу и его кран, это 90-этажное суперсооружение до сих пор оставалось бы просто ямой в земле. Потому что строительство начинается со стали. Огромного количества стали. 650 тонн стали требуется для строительства одного этажа. Столько весят 90 слонов. Умножаем на 101 этаж и получаем более 65 тысяч тонн стали. Это в 10 раз больше, чем вес Эйфелевой башни. Здание становится выше, и стальные балки нужно поднимать все выше, намного выше. Сейчас конструкция достигла высоты 400 метров. 91 этаж. Осталось построить всего 10 этажей. Для строительства верхних 10 этажей нужно 6,5 тысяч тонн стали поднять отсюда. Вот сюда. Этим занимается Шуэфу. Он вместе с другими крановщиками поднимает многотонные балки на высоту более 400 метров. Они работают день и ночь. И никто не уходит домой раньше. Международный финансовый центр – это крупнейший проект из всех, где я работал. Обычно мы начинаем работу в 6 утра. С собой на обед приносим хлеб и лапшу. Работа заканчивается в 6 вечера. Мы работаем по 12 часов в день. Сейчас, когда высота здания финансового центра более 90 этажей, Шуэфу работает в сотнях метров над землей. В начале строительства он работал практически на уровне пола. Его кран был укреплен в подвальном помещении. Каким образом 25-тонный подъемный кран может быть выше, чем небоскреб, который он строит? Это одно из самых удивительных свойств М900D. Этот суперкран не только поднимает огромные стальные балки. Он может поднять и самого себя. По мере роста здания растет экран. Он поднимает свою башню с помощью гидравлического домкрата и помещает под нее дополнительные сегменты. Подъемные устройства должны приподнять 250-тонный кран строго вверх на 40 метров. Чтобы работать на такой высоте, кран должен быть не просто мощным, но и быстрым, и высокоточным. Именно таким является М900D. Эти краны стоят абсолютно прямо, когда поднимают груз весом 32 тонны на высоту 400 метров со скоростью 36 метров в минуту. На 400 метров детская игра для этого крана. Длина троса М900D 750 метров. Это длина 10 Боингов 747. У этого крана есть мозг. Его система привода знает, когда на крюке ничего нет, и трос опускается на землю на всей скорости. Когда на крюке есть груз, дело обстоит совсем по-другому. Мотор начинает работать в полную мощность и поднимает стальные громады на высоту нескольких сот метров. С такой высоты не следует ронять многотонные стальные балки куда попало. Каждый раз, когда балка опускается точно в нужное место, Чэн Шуэ Фу может расслабиться на секунду. Но вновь прибывший груз это ответственная работа для других строителей. Джанг Шоу Лянг, рабочий из стали-литейщик. Многие годы он работал на одном из крупнейших судоремонтных заводов Китая. И крепко стоял на земле обеими ногами. Когда он начал работать на строительстве Международного финансового центра, он сразу понял, что работа с остальными балками на высоте 400 метров требует стальных нервов. Сначала я боялся, руки и ноги у меня тряслись. Постепенно я научился преодолевать страх. Новичку в первый день я бы посоветовал обратить особое внимание на безопасность. С осторожностью поднимайтесь и спускайтесь по лестницам и лесам. Самое главное на такой высоте соблюдать меры безопасности. Потому что пока вы в безопасности, в вашей семье хорошо. Если случится несчастный случай, от последствий пострадает вся семья. Пройдя отметку 400 метров, строители попадают на неизвестную территорию. Никто в Китае не строил еще так высоко, как они. Китайские строительные нормативы действительны для зданий высотой до 350 метров. Они раздвигают границы, но осталось еще около 100 метров. По мере приближения к концу, трудно представить, сколько сложностей им пришлось преодолеть. Ведь однажды эта потрясающая конструкция оказалась приговоренной к гибели. В 90-м году правительство Китая сообщило о намерении преобразовать старый квартал Шанхая-Пудон высококлассный финансовый центр. У финансового магната владельца крупнейшего концерна недвижимости Минору Мори возникает идея. Мори задумал построить небоскреб, который будет виден из любой части Пудона и станет одним из самых высоких зданий в мире. Чтобы воплотить свою мечту, Мори привлекает инвесторов и собирает 625 миллионов долларов. Он обращается в одну из самых надежных архитектурных компаний Кон Педерсон Фокс к известным во всем мире нью-йоркским архитекторам. Это будет супервысокое здание, как все небоскребы. Оно должно решить очень интересную задачу соединения неба и земли. Это здание должно производить величественное впечатление. Педерсон слышал, что в древности в Китае земля считалась квадратной, а небо круглым. В его дизайне обе формы сливаются в призме из стекла и стали высотой 95 этажей, которая поднимает глаза и душу от земли к небесам. Идея была прекрасная, но никто не мог ее воплотить до тех пор, пока дизайнеры не разрешили одной большой проблемы. Пудон, конечно, дорогой квартал, но земля там совершенно не подходит для строительства небоскребов. Речные воды подмывают землю и превращают ее в ненадежную глину. Когда строители откачивают воду, земля оседает. С 1920 года некоторые кварталы Шанхая осели на 2 метра. Главный дизайнер компании Конпидерсон Фокс Дэвид Малатс знал, что строительство невозможно до тех пор, пока команда дизайнеров не придумает, что делать с далеко неидеальной геологией Пудона. Почвы в Шанхае наплывные. Твердого грунта, как на Манхэттене, здесь нет. На Манхэттене стоит опуститься на один этаж, и вот вы уже сидите на граните. Команда нашла решение. Если на граните строить нельзя, они используют простое на эффективное приспособление для того, чтобы укрепить небоскреб в глине. Висячие сваи. 2000 стальных прутьев загоняются на глубину 80 метров болота Пудона. Чем глубже они заходят в глину, тем сильнее она их выталкивает, крепко закрепляя арматуру, создавая прочный фундамент. Поддерживая международный финансовый центр на поверхности, как корабль на заболоченной почве Пудона. 1997 год. Строительство международного финансового центра в Шанхае только началось. Но после закладки фундамента произошла катастрофа. В 1997 году экономика Азии с ее тенденцией к неконтролируемой инфляции рухнула. Обвал парализовал банковскую систему Китая. И внезапно на рынке недвижимости Азии появляется огромное количество свободного офисного пространства. В такой ситуации Китаю совсем не нужно пустующее офисное здание стоимостью 625 миллионов. Инвесторы отказываются от участия в проекте. Строительство останавливается. Проходит пять лет. Здание, которое должно было стать предметом гордости Пудона, обречено остаться огромной ямой в земле. К 2003 году азиатская экономика восстанавливается. Минору море находит новых инвесторов для своего суперздания. И звонит архитекторам в Нью-Йорк. Хорошая новость. Можно продолжать строительство шедевра. Плохая. Их проект больше не актуален. Во время начала строительства в 1997 году самым высоким зданием в мире были башни-близнецы Петрона Стауэрс в Малайзии 88 этажей. Международный финансовый центр высотой 95 этажей мог потеснить башни и занять место самого высокого небоскреба в мире. Но к 2004 году новый небоскреб Тайпей 101 в Тайване имел 101 этаж и возвышался над землей на 508 метров. Минору море сказал своим архитекторам самый высокий небоскреб Шанхая должен бросить вызов Тайпею 101. Но есть одна существенная проблема. Готовый фундамент международного финансового центра может поддерживать только 95 этажей. Еще 6 этажей создадут дополнительную нагрузку на фундамент, который может не выдержать. Но это еще не все. Стало известно, что в Китае будут проходить Олимпийские игры 2008 года. Минору море хотел построить не просто самое высокое здание. Он хотел, чтобы строительство было закончено до того, когда Олимпиада привлечет на себя внимание всего мира. В Нью-Йорке главный дизайнер Дэвид Маллот вернулся к чертежной доске и еще долго стоял около нее после окончания рабочего дня. Надо посвящать себя задачи на 100%. Это точно. А на другом конце города легендарный инженер-конструктор Лесли Робертсон и его команда закатали рукава и приступили к работе. Основной проблемой стало то, что нам надо было построить здание больше и выше. Поэтому оно должно быть прочнее и легче, чтобы его выдержал уже существующий фундамент. Решение Лесли Робертсона стало его инженерным триумфом. Его секрет блочная конструкция и выносные балки. Стальные перекрытия, расходящиеся из бетонного центра, присоединенные к жесткому каркасу. Блочная конструкция, для строительства которой нужно гораздо меньше стали, повторяется каждые 12 этажей. То, что будет выглядеть как цельное здание в 101 этаж, на самом деле будет являться серией 12-этажных домов, поставленных друг на друга. Построить их будет проще и быстрее. Строители могут закончить до начала Олимпиады 2008 года. Таким образом, строительство пойдет быстрее, и вся конструкция будет более экономичной. Но в то же время не нарушится ее структурная целостность и прочность. Июнь 2007 года. Прошло пять лет с момента возобновления строительства. Благодаря блочным выносным балкам рабочие строят один этаж здания финансового центра за три дня. На вершине рабочие закрепляют шурупами на стил пола, завершая строительство каркаса 91-го этажа. А в это время подъемные краны поднимают гораздо более легкий, но важный груз на 19-й этаж. где другая бригада начинает выполнять сложнейшее задание по установке 10-ти метровых арматурных профилей на металлические настилы. Профили — это арматурные стержни из углеволокна, которые используют во всем мире для придания прочности бетону. Более 150 километров профилей нужно для того, чтобы укрепить пол только на одном этаже финансового центра. Это 15 тысяч километров арматуры для всего здания. Если сложить эту арматуру в линию, она 19 раз дойдет до Международной космической станции обратно. Следующий шаг — заливаем бетон. На 90 этажей ниже конструкция, похожая на гигантского богомола, готова атаковать Международный финансовый центр. Это бетононасос. Когда арматура будет готова, рабочим понадобится поднять огромное количество бетона на 400 метров вверх. Чтобы сделать это, понадобятся мощнейшие бетононасосы. Вы не поверите, но это чудовище не справится. Этот насос может поднять бетон лишь на высоту около 40 метров. Настоящая работа начнется, когда стемнеет. Когда бетономешалки выстроятся, чтобы кормить три маленьких машины. Они кажутся маленькими, но у них есть серьезные насосы. Настолько мощные, что они могут поднимать бетон на высоту 500 метров. по этой трубе, которая проходит под зданием и затем идет прямо на 90-й этаж. Когда эти насосы качают бетон, то слышится звук, похожий на крик динозавра. Когда бетон доходит до вершины, бригада на земле издает вздох облегчения. Как и заместитель управляющего Берни Ренн. Чтобы закачать бетон с земли на такую высоту, нужно время. Если состав смеси не идеален, бетон может застрять в трубе и придется потратить немало времени, чтобы устранить засор. Количеством бетона, которое нужно для одного этажа финансового центра можно заполнить Олимпийский бассейн. Для этой бригады полночь, время обеденного перерыва. Они начали работать в сумерки и закончат с рассвета. Вся эта сталь, арматура и бетон выглядят очень впечатляюще. Но достаточно ли прочная новая конструкция финансового центра? С геологической точки зрения здание находится в весьма опасном окружении. Китай расположен в одной из самых сейсмоактивных зон мира. Шанхай не самый опасный город. Но при сильном землетрясении ударная волна может сделать заболоченную почву Пудона еще более мягкой. И даже хорошо укрепленные сооружения могут рухнуть. Как случилось с десятками зданий во время разрушительного землетрясения в Кобе, Япония, расположенном в 1300 километрах от Шанхая. Новая конструкция финансового центра должна удовлетворять требованиям этого человека. профессор Шанхайского университета Тонжи Шилилу и его команда инженеров разработали самую большую в Китае сейсмическую виброплощадку, на которой масштабные модели небоскребов проверяются на сейсмоустойчивость. Все эти конструкции новые, они никогда не использовались в строительстве зданий высотой 492 метра. Мало того, размер и конструкция этого здания нарушают существующие в Китае строительные нормы. Поэтому необходимо произвести тщательную проверку. в 2004 году профессор Ши и его команда испытывают модель международного финансового центра в Шанхае. Они воспроизвели семибальное землетрясение. Почти такое же было в Кобе. если здание рухнет, строительство придется свернуть. То время, когда Олимпиада остается меньше времени. После тщательной проверки и серии экспериментов мы сделали вывод, что это здание может выдержать землетрясение в 7 баллов. Архитекторы и инженеры нашли способ построить одно из самых высоких зданий в мире на фундаменте, который не предназначался для такого небоскреба. Но оставалось еще много других проблем. После установки стальных панелей, арматуры и заливки бетона можно решить, что самое сложное в строительстве этого суперсооружения позади. Но к самому сложному заданию приступить нельзя, пока они не закончат работу. Установка 10 тысяч окон. заместитель управляющего Берни Рен хочет узнать, как продвигается работа по установке окон. Он задает вопрос Ричарду Фану, руководителю бригады, устанавливающей окна. Спроектировать окна для этого здания было сравнительно просто. Гораздо сложнее эти окна установить. У нас не хватает места, чтобы хранить так много окон на каждом этаже. Так что сделать это надо как можно скорее. В среднем мы можем устанавливать по 15 окон в день. На каждый этаж у нас уходит от 3 до 4,5 дней. Высота окна Международного финансового центра больше, чем высота баскетбольной стойки, а весит оно как три рояля. На такой высоте манипуляции с подобным весом весьма опасны. Кран поднимает каждое окно на этаж, а бригада рабочих устанавливает и закрепляет его. Не всякий справится с такой работой. Специально обученная бригада строителей устанавливает эти огромные окна. Тем, кто боится высоты, не стоит устраиваться на эту работу. Шаг первый. Закрепить рамы на лебедке. Вытолкнуть их наружу. Шаг второй. Развернуть окно на 180 градусов. Это непросто сделать, если дует ветер. шаг третий. Рабочие в строительной люльке помогают опустить окно на этаж ниже и прикрепляют его шурупами к заранее установленным скобкам. Шаг четвертый. Повторить предыдущие шаги 9999 раз. А тем временем рабочие на вершине здания приближаются к отметке 500 метров. Входят в область, куда осмелились подняться лишь несколько самых высоких небоскребов в мире. Здесь им приходится сражаться не только с высотой. Они попадают в мир с собственным климатом. И в облаках они работают гораздо чаще, чем над ними. случаются дни, когда видимость падает практически до нуля. И работать на верхних этажах становится слишком опасно. Когда начинается сильный ветер, работа останавливается. Даже мощнейшие экраны М900D не могут работать в такую погоду. и даже самые отчаянные строители, такие как Шуланг, торопятся спуститься на твердую землю. Когда ты работаешь с остальной арматурой на такой высоте, погода значит очень много. Туман и ветер очень мешают. Как видите, сейчас очень туманно, так что нам приходится заканчивать работу на сегодня. когда погода позволит, рабочие вернутся наверх и продолжат строительство купола Международного финансового центра, который защитит здание от самой страшной опасности, грозящей небоскреба. На этой высоте ветер враг номер один. В Шанхае тайфуны случаются почти каждое лето. Только в 2005 году тайфун со скоростью более 150 километров в час нанес ущерб на 12 миллионов долларов и стал причиной смерти троих людей. Стоящие рядом небоскребы сами могут создавать сильные ветры. Чем выше здание, тем больше опасность его обрушения. Инженеры называют это опрокидывающий момент. При проектировании высотного здания важно предусмотреть вертикальную ось, идущую от земли. Опрокидывающий момент, который создает ветер, может стать причиной обрушения высотного здания. Как же может 500-метровое сооружение устоять? Если бороться с ветром невозможно, ему надо дать дорогу. Архитекторы финансового центра увенчали здание гигантской окружностью 53 метра в диаметре. Ветер будет проходить сквозь это отверстие и не сможет перевернуть здание. В китайской мифологии круг символизировал солнце, луну и небеса. Архитекторы из Нью-Йорка гордились, что использовали в своем проекте традиционный элемент. И были очень удивлены, когда власти Китая не согласились с этим архитектурным решением. Мы не думали об этом, пока не прочитали в газете, кажется, гонконгской. Японский архитектор поднимает над Шанхаем свой флаг. Только тогда мы поняли. Архитекторы и не представляли, что в Китае огромный круг на вершине здания, строительство которого финансируется из Японии, может восприниматься как-то по-другому. В 37-м году Япония напала на Китай, и ее армия несла над собой имперский символ восходящего солнца. Это был не самый лучший день для команды проектировщиков. Мы пошли обедать. На обед подали живых омаров. По какой-то причине я подумал, что это очень символично, потому что я и правда чувствовал себя этим омаром. В Нью-Йорке для главного архитектора Дэвида Маллотта опять начались бессонные ночи. Это было невыносимо тяжело, ведь то, над чем я работал долгие годы, изменилось за один день. Было решено разделить отверстие для ветра закрытым переходом. И у посетителей появилась возможность взглянуть на мир с высоты почти 500 метров. Инженеры испытали новый проект в аэродинамической трубе. И здание отлично выдержало порывы ветра. Но даже исправленный вариант не устроил критиков. Форму круга придется убрать. Мы поменяли ее на форму более близкую геометрии здания. честно говоря, она мне очень нравится, потому что лучше вписывается в геометрию всей конструкции. Вот так будет выглядеть часть здания выше 94-го этажа. Политически корректное отверстие для ветра в форме трапеции, где посетители смогут насладиться великолепным видом. Это самая высокая обзорная площадка в мире. Более высокую точку можно найти только в горах или из иллюминатора самолета. И точно так же, как в горах или на самолете, сильный ветер на такой высоте может доставить определенные неудобства. Люди на верхних этажах сразу почувствуют сильный ветер или землетрясение. Из-за сильного ветра или землетрясения небоскреб может раскачиваться из стороны в сторону. Это происходит с верхними этажами, потому что там конструкция менее жесткая и вибрации чувствуется сильнее. И это заметно сразу. Если вы находитесь на верхнем этаже небоскреба во время землетрясения, вы почувствуете сильную вибрацию. Для здания это не опасно, но тем не менее очень неприятно. Но люди на верхних этажах международного финансового центра возможно даже не почувствуют вибрации. Благодаря двум амортизаторам, установленным на 90-м этаже. Эти устройства амортизируют вибрацию за счет двух 150-тонных грузов, которые, отклоняясь в противоположном зданию направлений, уменьшают амплитуду раскачивания во время сильного ветра и землетрясения до одного метра. Но не так просто поднять такой тяжелый груз на 90-й этаж. Даже мощнейшим кранам М900D приходится делать это по частям. Опытные короновщики аккуратно опускают грузы в амортизационные рамы. Эта кропотливая работа продолжается весь день и большую часть ночи. Благодаря амортизаторам посетители смогут наслаждаться видом в любую погоду. А попадут они туда при помощи устройства, которое монтирует эти рабочие. Супер современная система лифтов включает в себя 91 лифт. Среди них много двухэтажных лифтов, которые за считанные минуты доставят 17 тысяч офисных рабочих и гостей отеля в любую точку этого огромного здания. Есть лифт, который сможет доставить роскошные автомобили на автошоу на вершине мира. Мы убрали разделяющую перегородку в двухэтажном лифте, чтобы туда вертикально могли поместиться автомобили для выставок. Четыре специальных лифта идут по внешней стороне здания до самого верха. Посетители не только попадут на нужный этаж, но и насладятся видом, который они запомнят на всю жизнь. Но у этих лифтов есть и более важное предназначение. Потому что в 21 веке недостаточно защитить небоскребы только от природных катаклизмов. Подобно всем высотным зданиям в мире, Международному финансовому центру в Шанхае придется столкнуться с ужасающей угрозой современности. 11 сентября 2001 года. Мировой финансовый центр в Шанхае еще находится в стадии строительства фундамента. А в далеком Нью-Йорке инженеры компании Лесли Робертсон и партнеры и управляющий партнер Сатин Си начинают обычный рабочий день в офисе, расположенном в нескольких кварталах от 4 по высоте здания мира 110-ти этажных башен Международного торгового центра. Я была в офисе, погода стояла прекрасная, вдруг подвигает инженер и говорит, самолет врезался в башню торгового центра. Я подумала, что это был телевизионный вертолет, их там много летает. Мы подошли к окнам конференц-зала, и увидели, как второй самолет врезается прямо в здание. Тогда мы поняли, что это не несчастный случай. В один ужасный день самые высокие небоскреба мира превратились из символа могущества в ловушки смерти. Когда полтора года спустя возобновилось строительство Международного финансового центра, архитекторов начали беспокоить не только тайфуны и землетрясения. Ужас 11 сентября мир помнит до сих пор. Одним из тех, кто почувствовал этот ужас особенно остро стал инженер-конструктор Лесли Робертсон, проектировщик Международного торгового центра. Я вернулся в Нью-Йорк и направился на место происшествия. Я не был готов к такому зрелищу. Мне пришлось долго собираться с духом, чтобы просто взглянуть. Я до сих пор думаю обо всех людях, которые там были. Они искали ответа, которого у меня не было. они хотели, чтобы я сказал, почему их муж или брат погиб там. Думаю, я никогда не справлюсь с этим потрясением. Воспоминания причиняют мне боли сейчас. Робертсон сделал новый проект финансового центра, используя инновационные решения Международного торгового центра, такие как выносные панели, стабилизирующие и укрепляющие легкую высокую конструкцию. Международный финансовый центр по новому проекту это небоскреб для изменившегося после 11 сентября мира. Мы уверены, что здание выдержит столкновение с самолетом сегодняшнего поколения. Что если случится немыслимый реактивный лайнер с полными топливными баками на полной скорости врежется в здание Международного финансового центра? Часть здания будет полностью разрушена. Горящее топливо превратит ее в пылающий ад. Но здание располагает возможностями для спасения людей, каких не было у Международного торгового центра. Опыт 11 сентября показал, что самое страшное для людей это то, что с этажей выше места аварии спастись невозможно. Люди или погибнут от огня, или разобьются, прыгая вниз. в финансовом центре люди с этажей выше места аварии могут спастись через надежную систему лестничных проходов в центральной части здания. Но есть и еще один запасной выход. Обзорные пассажирские лифты по углам здания заходят внутрь через каждые 12 этажей. Они являются своего рода последним убежищем спасательной шлюпкой. Если нет доступа к центральной части здания, люди инстинктивно пытаются как-то спуститься. Но в таком случае можно подняться на несколько этажей выше, подойти к углу здания. Обзорные лифты, защищенные огромными угловыми колоннами, доставят вас вниз. Но если и этот способ недоступен, есть еще один шанс. 78 этаж. Это один из специально сконструированных спасательных этажей. Каждый 12 этаж здания служит этой цели. заместитель управляющего Берни Рен проверяет прочность конструкции, зная, какую важную роль это помещение может сыграть в случае опасности. Эти помещения предназначены для спасения в случае пожара или другого несчастного случая. спасательные этажи, в отличие от остальных, не покрыты ламинированным стеклом. На них вставлены обычные окна, чтобы иметь доступ к воздуху во время ожидания спасателей. И это еще не все. Спасательные этажи защищены слоем огнеупорной стали. Люди, спасаясь от огня или террористического нападения, направятся на спасательный этаж, который дает больше шансов выжить. Блочная конструкция здания Международного финансового центра тоже может спасти жизни. Если часть здания взрывается, стальная арматура и панели, связующие блоки между собой, остаются неподвижны, и не дают обрушиться всему зданию. Можно сказать, что Международный финансовый центр в Шанхае самый безопасный небоскреб на всей планете. По окончании строительства Международный финансовый центр в Шанхае станет самым высоким зданием в Китае, но не в мире. 492 метра это все все равно на 16 метров ниже, чем небоскреб в Тайпее. Но это не беспокоит Берни Рена. Другие здания выше за счет антенны на крыше. Но это сооружение дает людям возможность прогуляться на высоте 492 метров, гораздо выше, чем в других зданиях. Для меня 492 метра. Это рекорд. 402 метра. Это для меня это гейлок. Даже незавершенное здание Международного финансового центра это возвышающаяся дань величию Шанхая и знак растущей мощи Китая третьего тысячелетия. Но для трудолюбивых и смелых строителей центра, которые так много работали и рисковали жизнями, это супер сооружение не просто километры бетона, стекла и стали. Я счастлива. Это был довольно опасный проект, но на нем хорошо платили. Международный финансовый центр в Шанхае это символ. Мы надеемся, что он будет представлять Шанхай в мире. Я слышал, что муниципалитет Шанхая собирается строить 120-этажное здание. Надеюсь, что смогу там поработать. Вы смотрите на него и говорите «Ух ты!» Да? Оно поражает воображение. Оно настолько больше, чем обычные высотки. Мне кажется, это необыкновенное здание. Взмывающий вверх, несмотря на финансовый кризис, построенный, чтобы бросить вызов природной и человеческой ярости. Символ красоты, силы и гениальности. Международный финансовый центр в Шанхае возрождает нашу веру в способность человека преодолевать трудности, подниматься после катастроф и стремиться к небу. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова